Приветствую вас и про последнюю часть вашего сообщения я бы сказал так, что это в раздел эзотерики. Именно они решают подобные вопросы и именно они, эзотерики, работают в этом направлении, в этой сфере. Мы же психологи не работаем с подобными явлениями, мы все-таки больше научные адепты и поэтому с точки зрения именно психологии как науки я постараюсь вам ответить на вопрос, на ваш вопрос. Значит, то, что вы говорите о том, что вам не везет с мужчинами, то есть вы с ними расстаетесь, как вы говорите, без причин, то это связано на самом деле, на самом деле это связано с тем, что вы причин этих просто-напросто не видите, ну не отдаете вы себя все в том, по какой причине вы расстаетесь с мужчинами. И совершенно очевидно, что проблема здесь достаточно серьезная и связана она с тем, что у вас есть некие неправильные, неверные, неэффективные, вредные триггеры в поведении, которые отталкивают мужчин. Что это за триггеры? Как они появились у вас, я имею ввиду, в вашей жизни? Что повлияло на их образование? Какую цель преследуют эти триггеры? Ведь это тоже ваши какие-то желания, ваши склонности, ваши стремления и так далее. Это нужно разбирать. Эти моменты нужно разбирать с вами, понимаете? Просто потому, что по-другому никак не получится понять, что с вами происходит. По-другому невозможно, к сожалению. Обязательно нужно проанализировать ваши отношения с мужчинами, со всеми, в том числе и с родными. Обязательно нужно поговорить на предмет того, как вы себя видите как женщина, как вы себя оцениваете как женщина, как вы себя воспринимаете как женщина. Обязательно нужно поговорить о вашей самооценке, о том, что для вас идеал женского, например, женского поведения. Что для вас идеал мужского поведения. Какой для вас идеал женского поведения. Какой для вас идеал женского поведения. Вот на эти все вопросы нужно будет ответить нам с вами. Понимаете? И только после этого, после всех стороннего анализа можно будет говорить о том, какие у вас проблемы и что с этими проблемами делать, как их решать и как вам помочь. Понимаете? Вот только так можно, на мой взгляд, осуществить помощь вам. Потому что в веб-психологии ничего без причины не происходит. В веб-психологии у всего есть своя причина. Правда, причина не всегда ясна, но она есть. И если вы готовы над собой работать, если вы готовы развиваться, если вы готовы менять что-то в своей жизни, то в каком случае милости прошу на консультацию к любому эксперту, которого вы выберете. И, собственно говоря, с ним, с экспертом вы поймете себя лучше, вы будете лучше себя понимать, вы будете лучше отдавать себе счету в том, кто вы, куда вы идете, к чего вы хотите и какими путями и почему именно так вы хотите. Соответственно, это работа. Но вот говорить о том, что вам не везет, это все равно, что, знаете, ну как бы, снимать себя ответственно. Ответственно. Снимать себя ответственно за то, что вы делаете. Вам не везет. Просто вы неверно выстраиваете свое поведение. Вы неправильно это делаете. И что-то мне подсказывает, что правильно вы этого делать пока и не можете, потому что у вас нет необходимых для этого средств. Но мы вам можем помочь, мы вам можем помочь эти средства увидеть, получить и тогда у вас все будет хорошо. Так что, думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Более конкретно не получится, потому что слишком мало информации. Но это уже вам решат, как готовы ли вы работать более подробно и более конкретно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и принятия верного решения относительно своей жизни. Удачи вам!